В Молдове могут отменить предпринимательские патенты. Эта новость сполошила предпринимателей всей страны. По словам министра экономики Октавиана Калмык, на основе тематического исследования международной практики Министерство экономики готово предложить изменения налогового законодательства и делового администрирования, что позволит повысить комфорт держателям патентов, которые перейдут к другой организационно-правовой форме ведения бизнеса. Новая форма бизнеса подразумевает установление кассового аппарата, который будет отслеживать сумму выручки каждого предпринимателя. Таким образом, если годовой оборот будет составлять 600 тысяч леев, то ежемесячно предприниматель должен будет выплативать в госбюджет около 1000 леев, а это от 12 до 15 тысяч леев в год. Преседатель Ассоциации малого бизнеса Евгений Рыжковану имеет на этот счет другое мнение. По его словам, система патента работает уже много лет, и ее отменять не нужно. Тем временем, в понедельник перед театром оперы и балета собралось более 1000 владельцев патентов из Кишинева, Единиц, Сорок, Архея, Дроки и Штефан Вода, Чемишлии, Унген, Бричан. Протестующие держали плакаты с лозунгами. «Да, патентам наши дети тоже хотят кушать. Не хотим становиться безработными. Хватит грабить народ. Не отбирайте наш хлеб». Против отмены патента высказались и предприниматели города Камрад. «Хотите вообще уничтожить нас? Вообще уничтожить живое существо? В том-то и дело. Люди стараются выживать, а вы душите их, уничтожаете». «Построила дом, пришли с мужем. Год мы не можем ничего заработать. Муж вышел на дорогу таксовать и что? 4 700 ставят, чтобы купить себе этот полис. Пока подойдет, не проделят наш полис. А как он приносит 300 леев в сутки стоит, 100 леев приходит домой, подожжет, машину ломает, он бензин заливает, он еще и платит за то, что им дают заказы. «Это вообще беспредел какой-то. Они не думают, откуда этот человек возьмет 4 700. Еще и налоги повысятся. Как людям жить тогда? Они говорят, пусть молодежь остается. Как молодежь высотоваться? Они сами людей выгоняют. Они сами людей выгоняют из Молдавии. Скоро одни пенсионеры и правительство останется. Больше никто». «Буду говорить огульно, скажу конкретно о себе. Я пенсионерка, живу на пенсии, которые я имею, не имея тысячу лей. Я плачу на базаре арендную плату. И в морозы, и в любую погоду я езжу, рискуя своей жизнью и прочим здоровьем. Хочу заработать эти 2 копейки, чтобы я имела на что хлеб купить, на что, если болею, купить лекарства и прочие услуги и прочее. И тут вы нас еще душите, вот так реально душите, чтобы мы вообще вымерли». «Вот сейчас нету людей здесь, уже почти половина базара ушли. А если еще и повысят, то полностью, я так думаю, что базар закроется. Потому что покупателей как таково почти никого нету. Людей даже нету на базаре». «Да что выступать, если вон сами депутаты народного собрания выступают о том, что все дорого, все это, но каких-то мер не принимают. Для чего тогда башкан, примар, народы, депутаты народного собрания, для чего они? Мне в таком воздухе сейчас здесь сидеть, заработать копейку, чтобы платить эти самые услуги. Что делать, расскажите мне. И что они принимали? Один был башкан, второй был башкан, третий был башкан. И что они сделали людям? Вон, скорую вызываешь, и что? Никаких медикаментов нет. Куда все уходит? Для чего мы берем полюса?» «Если будут налоги, мы не сможем. Мы очень высокие налоги. У нас сейчас мы работаем на нет. Вы сами видите, что покупателей у нас нет. Никакой реализации. Вот школьный сезон уже начался, а мы ничего не торгуем. Мы и так платим очень много. За места платим, за патент платим. Все мы платим. А если будет ИП, нас вообще задушат». «Я думаю, если поставить сюда ИП, то у нас маленькие места тут. Сколько на ИП, сколько квадратов. Это магазины, где большие, но все равно торговли и так нет». «Бывает, когда непогода, к нам люди не приходят. Естественно, у нас нет реализации. У нас нет такого, как говорится, стабильного заработка. Мы можем работать, можем просто простаивать. Вот нам сейчас жарко, если вы заметили, что вот здесь, в этих рядах, вообще людей нет. Потому что люди по жаре не ходят. Так что у нас сейчас выручки нет. Вот дай бог, может, придет август, школьный месяц. Мы, естественно, надеемся, что мы поработаем. А в сентябре мы опять будем отдыхать. Так что здесь нет такого, например, бизнеса, как виноводочная продукция, табачная, продукты, где, как говорится, что-то, что-то, но все равно продажа есть. А у нас бывает, что нет. Так что нам платить лишние деньги, как говорится, вообще не рентабельно. «Лично я против. Против отмены патентов. А что будет? Мелкие предприятия. Ну вот мелкие, мы стоим за одним столом. Что у нас, что они поставят? ИП? Открывайте эти предприятия. Это нереально просто. Для Камрата нереально. В конце концов, у нас есть Гагаузия. Пусть сами решают, ее не отменяют». В Молдове работает на основе патентов 18 295 предпринимателей, из которых более 12 тысяч в сфере торговли. Если не будет отменен запрет на торговлю на основе патента, то десятки тысяч граждан потеряют работу. Люди утверждают, что это не последний митинг, и возмущения не прекратятся до тех пор, пока не будет отменен запрет на патент. Субтитры создавал DimaTorzok